Каждый человек рассчитывает на то, что ему суждено прожить долгую и желательно интересную жизнь. К сожалению, очень часто желания не совпадают с действительностью, и люди покидают этот мир совсем молодыми. Такое может случиться с любым человеком, как с самым обычным и мало кому известным, так и с знаменитостью, например, с актером. Сегодня я хочу поговорить именно об актерах, которые покинули этот мир в самом расцвете сил, в 35 лет. Советский ребенок-актер, а также некоторое время осветительной киностудии «Мосфильм» Сергей Юрьевич Шевкуненко был хорошо знаком каждому советскому ребенку, впрочем, как и взрослому человеку. Дело в том, что именно Сергей Шевкуненко сыграл главную роль идейного пионера Миши Полякова в кинолентах «Кортик» и «Бронзовая птица». Также актер снялся еще в нескольких фильмах. Сергею Шевкуненко пророчили большое будущее в кино, но он выбрал иной путь. Он был несколько раз осужден по разным статьям. В общей сложности провел в местах лишения свободы 14,5 лет. Сергей Шевкуненко ушел из жизни 11 февраля 1995 года. Он стал жертвой спланированного покушения. Вместе с ним этот мир покинула и его мать Полина Васильевна Шевкуненко. Полина и Сергей Шевкуненко покоятся на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и отцом Юрием Александровичем Шевкуненко. Сергей Григорьевич Куницкий не был актером первой величины, но многие зрители хорошо помнят его по ролям в кинопроектах «Тесс на беременность», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и «Мосгаз». Всего в фильмографии актера и порядка 30 ролей в кино и сериалах. Помимо съемок в кино Сергей Куницкий занимался дубляжом. Именно его голосом говорит енот из фантастической киноленты «Стражи галактики». Актер ушел из жизни 12 августа 2020 года во время отдыха в Тамани. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Прощание с актером состоялось в городе Темрюк. Оттуда он был доставлен в Одессу. Тело кремировали, а прах знаменитости развеяли над Черным морем. Актриса театра и кино Ирина Юрьевна Метлицкая за свою недолгую жизнь успела послужить в трех театрах, в частности в театре романа Виктюка, и снятся более чем в 20 кинолентах, среди которых нужно выделить расписание на послезавтра, личное дело судей Ивановой, выкуп, куколка, палач, макаров, раскол и черная вуаль. Ирина Метлицкая ушла из жизни 5 июня 1997 года. Причиной смерти актрисы стала острая лейкемия. Ирина Метлицкая покоится на Троекуровском кладбище. Кирилл Игоревич Кобзарев был начинающим актером. Он состоял в труппе небольшого драматического театра Санкт-Петербурга, а также снимался в кино. В его фильмографии насчитывается свыше 20 ролей в фильмах и сериалах. Мы можем увидеть этого актера в следующих проектах. Диггеры, морские дьяволы, Москва-три вокзала, Тайны следствия, Ментовские войны, Слепой и в других. Актера не стало 14 ноября 2015 года. В результате ДТП он покоится на одном из кладбищ в Северной столице. А вы смотрели фильмы с этими актерами? Если бы их судьба сложилась иначе, то, возможно, они бы по сей день радовали бы нас своими новыми работами. Впрочем, история не терпится слагательного наклонения. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.